Горячая линия по вопросам развития сельского хозяйства в республике прошла сегодня в редакции газеты «Советская Чувашия». На вопросы жителей и журналистов ответил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Почти 400 тысяч тонн зерна было произведено в Чувашии в прошлом году. Это на 5% меньше, чем в позапрошлом. Жители районов республики беспокоятся, не станет ли подобная ситуация тенденцией. Урожайность у нас должна повыситься. В целом, конечно, засушливый период в мае-июне месяце, он, конечно, повлиял на общий итог. Повлияет на общий итог и запланированного урожая, скорее всего, мы не получим. Но сейчас планы скорректировали и ориентировочно у нас будет около 500 тысяч тонн зерна планируем собрать. Цены на магазины молоко растут. Отчастники вынуждены продавать молоко по цене, которая ниже себестоимости. Сергей Павлов заверил, что подобная ситуация временная. Очень сложно воспринимается то, что вчера было дорого, а сегодня подешевело. И каждый человек считает свои доходы, и у него уменьшаются доходы. И это больно воспринимается. Но сезонность молока, она объективно есть. И в этот летний сезон она периодически падает. Но надеемся, что в ближайшее время уже начнется рост цен на молоко. Начинающие фермеры, которые не только занимаются собственным производством, но и сотрудничают с государством, никогда не останутся без помощи, заверил министр сельского хозяйства. Каждое хозяйственное, оно у нас имеет место быть и развивается. Как крупные, так и средние предприятия, которые строят фермы на 200 голов. Почему нет? Я считаю, что это тоже правильные проекты и рентабельные проекты. Наличие продуктов местного производства в магазинах республики станет выгодно не только государству, но и производителям. Диалог с народом – первый шаг на пути к этому, заверил Сергей Павлов. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.